Всем привет! Меня зовут Лера, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас прочитанное за сентябрь. Я решительно настроена за каждый месяц делать прочитанное и покупки. Регулярно, каждый месяц, как я раньше это делала, года четыре назад, как я только начинала вести канал. Хорошая была идея, но потом как-то все пошло не так. Так что, прочитанное за сентябрь. Пока все у нас будет аккуратно. И сегодня я расскажу вам, знаете, о скольких книгах? Девять. Девять книг я прочитала за сентябрь, некоторые вы уже видели. Обязательно все, буду ссылочки оставлять на видео, где я читала те или иные книжки. И давайте начинать. Но прежде чем мы начнем, хочу посоветовать вам еще раз сервис, который я советую регулярно, начиная с лета, которым я с лета уже пользуюсь тоже регулярно. И мне доставляет огромное удовольствие этот сервис рекомендовать, особенно, когда я вижу ваши отзывы, когда вы тоже на нем им пользуетесь. И это, конечно же, тренировки на сайте fitstars.ru. Как я уже сказала, с лета я регулярно тренируюсь. Самый большой срок, когда я так регулярно выполняю физические упражнения постоянно, несколько раз в неделю. И действительно, мне кажется, сейчас все тренируются на fitstars.ru, потому что сервис просто великолепный. И тренировки на этом сервисе занимают от 7 до 30 минут в день. Больше времени вам не понадобится. И также вам не нужно будет никакого дополнительного оборудования. На fitstars.ru есть более 1300 тренировок по 88 программам. Это зумба, пилатес, йога, растяжка, похудение. Все, что вашей душе угодно. Найдете обязательно что-нибудь для себя. И все тренировки подходят для новичков. То есть вам не нужно никакой подготовки. Вот, я была совершенно новичком, и я на 100% влилась в занятия, поэтому могу с уверенностью сказать, что у каждого из вас точно получится заниматься регулярно. Также на платформе есть целый раздел с рецептами, с расчетом калорий и с целым курсом об основах рационального питания. А еще у них недавно появились курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой, которые теперь также входят в подписку. А еще у них появились тренировки для детей от 3 лет в игровой форме. Это просто шикарный способ приобщить ребенка к физкультуре. Мы еще пока не пробовали с малышом, но я думаю, в скором времени будем тоже пробовать, тренироваться, начинать. И я с самого начала оформила безлимитную подписку, чего я вам советую, тем более сейчас по промокоду, по моему промокоду Лера Жук, действует 70% скидка на все тарифы. И безлимит вам выйдет всего за 4950 рублей. Поэтому обязательно проходите по ссылочке в описании, используйте промокод, оформляйте подписку и будем с вами тренироваться вместе. И давайте я буду просто брать книжки, которые я читала, уже в самом конце расскажу о тех, о которых я уже рассказывала. А пока просто в любом порядке. И с самого начала у нас, что здесь, это платье королевы. Конечно, после смерти Елизаветы, мне кажется, ажиотаж поднялся такой на тему королевской семьи, на тему истории Англии. И я вспомнила, что вот буквально незадолго до этого я покупала книгу «Платье королевы». Подумала, что вот самое время, мне так ее захотелось прочитать. Эта книга рассказывает о главной героине, у которой умирает бабушка. И после бабушки ей достается шкатулка от нее, на которой написано имя нашей героини. И внутри вышивки. И она понимает, что бабушка их ей оставила, что она хотела, чтобы она их увидела, чтобы, наверное, узнала их историю. И вышивка на этих кусочках, она, наша героиня понимает, что очень напоминает вышивку на свадебном платье Елизаветы, когда она выходила замуж за Филиппа. И параллельно у нас развивается вторая сюжетная линия. Действие происходит в 40-х годах, после Второй мировой, в Англии, когда мир восстанавливался, когда королева организовывала свадьбу своей дочери Елизаветы, еще пока принцессы. И рассказывается о вышивальщицах, которые работали над платьем королевы. Да, о самой королеве, в то время еще как бы принцессы, здесь немного. Но все равно вся книга, она пропитана этой атмосферой королевской семьи, пропитана атмосферой этого платья, ажиотажа вокруг этой свадьбы, ожидания свадьбы, ожидания того, что все изменится к лучшему. Вот эти две линии, они, конечно, переплетаются, она понимает, кем была ее бабушка, хотя интересно, что бабушка о своей прошлой жизни совершенно ничего не рассказывала. То есть наша Гриня понятия не имела, что бабушка была вышивальщицей, это не спойлер, это, естественно, все в самом начале понятно, рассказывается об этом. Просто мы начинаем кусочки пазла складывать, находить и понимать, что же произошло. Эта книга, она совершенно спокойная. Здесь даже если происходят какие-то трагичные события, то они, мы все равно понимаем, к чему это привело. Мы не ожидаем, что будет что-то непредсказуемое, потому что мы уже видим настоящее. Но, тем не менее, некоторые линии мы не знаем, куда пошли, не знаем, к чему привели. Мы просто следим за жизнями наших героинь и других героев, вокруг которых тоже повествование крутится. Мы здесь встречаем Елизавету на страницах этой книги. И так интересно это подано, вроде бы совсем чуть-чуть, но в то же время, прям, знаете, сердечко замирает как-то от причастности к чему-то такому прекрасному. Меня тема королевской семьи, как вы уже знаете, как бы интересует только вот в отношении Дианы, принцессы Дианы. А сама королевская семья не так сильно интересовала, но все равно мне было очень интересно читать. И вот что мне хочется сказать. Эта книга, она не американские эмоциональные горки. Здесь никаких эмоциональных качелей нет. Здесь ничего сверхъестественного. Но в то же время, когда я так говорю, мне как-то стыдно перед книгой, потому что она заслуживает вашего внимания. Да, она вроде бы спокойная, да, она не оставляет послевкусия какого-то долговременного, долгосрочного. Она не оставляет тебя размышлять над этой книгой. Но тем не менее, когда ты читаешь, тебе очень нравится. Я читала и испытывала потрясающие эмоции. Мне было очень интересно. Мне было переживательно за некоторых героев. Мне нравились любовные линии, мне нравилась атмосфера. Поэтому книга, она да, она очень похожа на Сару Джио, чем-то, но в то же время немножко особенная. Потому что атмосфера особенная. И она заслуживает вашего внимания 100%. Это не та книга, от которой ты скажешь, ну, и как-то ничего не оставляет после себя и на один раз. Да, она возможна на один раз. Но в положительном смысле. Знаете, есть книга, которая на один раз, в которой ты думаешь, ну ладно, избавлюсь от нее. А здесь я возвращаюсь мысленно, специально. Просто так. Она, конечно, не приходит мне на ум, когда я просто думаю о каких-то своих любимых книгах. Но в то же время, когда я думаю о ней, она вызывает теплейшие эмоции. Поэтому, если вы интересуетесь вот романами по типу Сары Джио, если вам нравятся Древременные линии, если вам нравится Англия, книжку я очень советую сейчас и читать вот самое время. Ну, мне кажется, ее осенью, да зимой хорошо читать. Дальше у меня здесь самая ожидаемая, наверное, книга для прочтения. И вы очень хотели, чтобы я ее прочитала. Ну, первую часть цикла. Вы хотите, чтобы я цикл, наверное, прочитала? Я тоже этого хочу. Это «Магистры дьявольского культа». И здесь совершенно все то, что я и ожидала от Масян Тунсю, от этого цикла. Он у меня весь, смотрите, полностью в стикерах, все. Потому что, зная, чего ждать от автора, я уже понимаю, к чему все шло, к чему каждая деталь шла. Я готовлюсь к разбитому сердцу. Рассказывается здесь о главном герое, которого 13 лет назад убили за то, что он следовал темным пути. Хотя он был из благородной семьи и должен был быть только светлым человеком, придерживаться только светлой магии. А он хотел использовать темную магию. И вот из-за этого, когда он натворил огромное количество ужасных дел, я не спойлер, у меня просто подозрение, что все не так просто. Опять же, знаем о Масян Тунсю. Ну вот, он там тысячи человек убил, демонов призывал и его уничтожили. И вот спустя 13 лет его душу призывает обычный человек и хочет, чтобы он за него отомстил. И продает как бы душу дьяволу, скажем так. Ну, грубо говоря, в общем, наш герой, которого убили 13 лет назад, вселяется в тело вот его душа, вселяется в тело вот этого героя, который его призвал, чтобы отомстить. И начинается ведьма, как я уже говорю, просто чтобы вы представляли, в чем проблема. Здесь есть демоны, зомби, мертвецы, зомби странно звучит. Мертвецы, демоны, все существа разнообразные, потому что Масян Тунсю делает потрясающий мир. И наш главный герой то борется с ними, то вступает в сговор с ними, то просто разбирается, что же произошло. И есть второй наш главный герой, с которым вот этот герой сталкивался в прошлом, в своей земной жизни. И у них рассказывается об их отношениях в прошлом и вот отношениях после того, как они встретились в настоящем. Хотя он в другом теле, он никому, естественно, не дает знать о том, кто он такой. И начинается их приключение, их общение, все развиваться начинает. И, зная Масян Тунсю, опять же, я уже была готова ко многому. Первая часть, она у нее всегда как благословение небожителей, так и здесь она пока вступительная. Здесь ничего не происходит душераздирающего, здесь нету развития каких-то отношений. Здесь даже когда наводят истории, которые параллельно развиваются, мы их не совсем понимаем. Связь между нашими героями, между этими историями, это вроде просто такая завязка. Но уже здесь есть детальки, которые наши герои еще якобы не осознают, но мы-то понимаем, что они значат. Это, так, здесь нету кроликов, кстати. Кролики те же самые. Шрамы у кого-то на теле. Еще какие-то мелкие-мелкие бутылки вина. Вы все понимаете, о чем я говорю, если читали этот цикл. И мы понимаем, что вот это значит. Хотя наш герой еще не понимает, а мы уже понимаем. Но не понимаем, насколько. Но я уже знаю, поэтому все эти моменты у меня отмечены. И я уже готовлюсь заранее к тому, что этот цикл разобьет мне сердце. Мне очень понравилось. И если сравнить первую часть Небожителей и первую часть Магистра Дьявольского культа, я пока так к героям культа не привязана. Естественно, я привязана к героям Небожителей. Но если сравнить просто первые части, то эта часть мне, вот именно Магистра, мне понравилась немножко больше сама по себе. Хотя героев, я опять же говорю, что там даже не сравнится для меня любовь к тем героям пока. И кто историй в целом. Здесь все более мрачно. Здесь более как-то сосредоточено на узком, на ограниченном количестве сюжетных линий. Если там мы как бы и один герой, и другой герой вводится, и третья сюжетная линия, четвертая, пятая. Здесь одна такая большая сюжетная линия, которая, вот я начала уже читать вторую часть, которая и там продолжается. И те герои, мы понимаем, что тоже будут связаны с нашими героями. И здесь более такой узкий мир. Не мир, а вот именно история, о которой нам рассказывается. И она какая-то более мрачная. И эта атмосфера мне нравится больше. И здесь, то ли дело в переводе, то ли дело уже в манере письма автора, эта книга написана лучше. Однозначно. Здесь нет каких-то странных моментов, к которым ты не знаешь, как относиться здесь. Ты начинаешь читать, и вообще ничего странного не замечаешь. Но, опять же, это только, вот я сравниваю две первые части. Но, в то же время, пока, если вы только знакомитесь с китайским фэнтези, и не знакомы хотя бы с благословением, со всеми книгами, с пятью томами благословения, то не факт, что вас заинтересует там вторая книжка. Но, заклинаю вас, читайте Масян Тунсю залпом. Не откладывайте на потом, тем более, если вы не знакомы с манерой написания. Потому что, вот, эти стикеры не просто так, потому что я уже готовлюсь к тому, что будет. А будет что-то потрясающее. Поэтому книга мне понравилась, однозначно, и даже сама по себе. Вот, читается очень классно. И, естественно, я продолжаю цикл. И, по первой части, невозможно что-то сказать. Мне вот единственное, что приходит в голову, какие-то сравнения с благословением. А сама по себе я понимаю, что она разбита на части условно. Нужно читать историю полностью, совершенно все четыре тома. Чтобы полностью ее прочувствовать и понять. Но я заранее прочувствовала и поняла, и полюбила. Слушайте, у меня сплошной здесь фэнтези какой-то осталось. Ладно, давайте расскажу вам о Ренвенде. О Ренвенде мне хочется поговорить. Лия Стэнберг и ее Ренвенд «Поцелуй ночи» и Ренвенд «Проклятие дня». Вот две части серии. Серия не закончена, это не диалоги. Но две книги я советую читать, даже если вы не захотите третью часть читать. Или если она вообще никогда в жизни не выйдет, не будет написана или не будет издана. Все равно две части, даже сами по себе, я советую вам прочитать. Уже как-то я сказала советую. Все, проспойлерил, можете челестать до следующей книжки. Если вы прочитали только первую книгу Ренвенд, то вы совершенно не представляете, что будет вас ждать во второй. Здесь рассказывается о главной героине, которая живет со своей опекуншей тетей, которая сирота. И вот однажды она узнает, что у нее была бабушка, и что она умерла, и оставила ей дом. И этот дом находится в Ренвенде, Ренвенд это город, и она решает переехать туда жить. И вот она туда приезжает, и понимает, что с этим местом все не так просто. Она сразу же сталкивается с какими-то непонятными явлениями, и там же еще начинают исчезать девушки. Их находят убитыми, и один главный герой, один из главных героев, перед смертью находился с этими девушками. То есть он как-то связан с их смертями. И она понимает еще, кроме всего этого, что в ней самой что-то не так. Она видит какие-то сны, и это место странное, и люди вокруг странные. И читая первую книжку, мне уже нравилось, читая первую часть, потому что здесь классная атмосфера. Здесь вот эти непонятные явления, вот эти непонятные убийства, темный, страшный, мрачный лес, горы. Это город, в котором там везде лес, с одной стороны, там с другой стороны горы, и происходит все в очень мрачной атмосфере. Школа, в которую она поступает новая, мне все здесь нравилось. Конечно, прежде всего атмосфера, вот когда она идет, и там вороны летают, все как мы любим, вот, ну, прям после дневников вампиров. Дневники вампиров по атмосфере, мне кажется, прям копия. Это книжка, копия Ренвинд, и лес, туманы, вот все такое мрачное, темное, и написана, кстати, книжка хорошим языком, обычным, но мне очень нравилось. И я прочитала первую книгу, я знаю, что многие, кто читает первую книгу, говорят, ну да, здесь прикольная атмосфера, но как бы ничего особенного. Все вроде бы клишировано, и любовные линии там понятны, и все понятно, и ничего особенного. Но вторая часть, когда вы начинаете ее читать, здесь все просто с самого начала переворачивается с ног на голову. Здесь появляются такие герои, и наши, одни из наших героев, они открываются, мы понимаем, кто они есть, и здесь все просто становится потрясающим. Вторая часть, она, ну, вообще рядом не стоит с первой частью. Это удивительно, потому что вроде бы где-то я слышала, что Лена Сокола, кстати, автор этой книжки, это Лея Стенберг, это ее псевдоним, это Лена Сокола написала. Я даже понимаю, почему, потому что, скорее всего, она хотела немножечко, чтобы не ассоциировали эти книги с ее книгами, чтобы воспринимали как отдельное произведение. Мне это совершенно что-то не похоже на ее книги. И вот, и во второй части начинают происходить события, которые влюбляют в историю, которые влюбляют в героев, потому что наши герои развиваются, больше раскрываются. И то, что я ценю в книгах, мне очень нравится, когда авторы сохраняют канон, вот атмосферу, там, книги про вампиров, чтобы были классические вампиры, вот как книги-вампиры, там, Сумерки, все это, тому подобное, но когда они вносят что-то свое. Следующая книжка тоже будет, я расскажу примерно то же самое. И здесь то же самое, здесь, как бы так ни проспорили, ничего, здесь существа, которые здесь существуют, и вот магические образы, они совершенно новые. Вот, такого, опять же, я в книгах еще не встречала, и за это низкий поклон автору, за то, что она создала уникальный мир. И то, как раскрывается наша главная героиня, это мы поймем только во второй части, скажем так, максимально полно, это было супер неожиданно, это было супер интересно, захватывающе, оторваться от книг, конечно, невозможно, но читать я вам советую как просто одно произведение, как одну книгу, потому что, ну, разбивать не совсем. Нужно было, и, по-моему, не должна была быть разбита эта книга, должна была быть одним целым, и было бы, конечно, гораздо более правильно. Но, как решили с точки зрения маркетинга, я влюблена, и я буду с нетерпением ждать третьей книги. Насчет того, стоит ли читать эту книгу, пока нет третьей, да, определенно стоит, потому что на большинство главных вопросов нам ответы даются. Но в самом конце, когда вот все ответы даны, мы понимаем, что вот так, вот так, вот так это произошло, некоторые линии, конечно, не завершаются, но раскрываются, и дается вот в последнем предложении завязка на продолжение. Вот, новые вопросы, некоторые не раскрыты были, некоторые новые вводные нам даются, опять же, новые герои, новые существа вводятся. Вот, постараюсь очень без спойлеров, мне очень понравилось. Я жду третью часть, мне кажется, вообще невозможно забыть, что здесь происходило. И вторая книга разительно отличается. Еще раз вам повторю, на всякий случай, если вы не поверили, то они просто не сравнятся. Действительно, вторая часть заслуживает вашего внимания на 200%, поэтому, кстати, книжки сами по себе очень красивые, внутри прекрасные иллюстрации. В первой книге иллюстрации наших героев основных, а здесь уже либо карты нарисованы, либо события, которые я вам тоже не могу показать, потому что они спойлерят немножко происходящее, но события такие важные, знаковые здесь, проиллюстрированные, мне очень понравилось. Вот, иллюстрации понравились, и книги понравились, в общем, советую. Книга фэнтези, про которую вот я тоже говорила, что новая вносит автор, это Тресси Вульф и ее желание. Желание, про жажду хочу про первую часть рассказать. Сколько я на канале уже рассказывала про желание? Не знаю, пять раз, возможно, но буду повторяться. Это третья часть цикла, которая называется «Сумеречная жажда». Первая часть – жажда, вторая часть – искушение, третья часть – желание. Наша главная героиня-сирота после смерти родителей на свой последний учебный год, на последний или на два последних, по-моему, на последний год, отправляется к своему дяде. Дядя, он директор школы на Аляске, в горах, в снегах, и она понимает, что там не просто ученики, а, естественно, там есть вампиры, естественно, там есть ведьмы, другие существа. И она понимает, что она не совсем, наверное, простая, и есть мрачный герой наш главный. Давайте так, если вы слышали об этом, слышите об этом десятый раз, просто пропускайте. Но если слышите первый, то послушайте, потому что я знаю, что многие начинают читать жажду, даже дочитывают и бросают, потому что все очень плохо. Первая часть очень банальная, она очень плохо написана, меня больше всего смущали там диалоги, вот, и ничего там интересного, в принципе, не происходит. Но чем-то меня эта серия зацепила, и я решила продолжить. Думаю, ну, вторая часть, и все. И начиная со второй части, происходит событие, которое влюбляют в серию на миллион процентов, и уже оторваться невозможно. И вот в желании раскрываются линии, те, которые были, завязочки, на которые были во второй части, и происходит что-то совершенно, опять же, новое, оригинальное, и не похоже на другие серии подобного жанра. Потому что наша героиня, наш автор, она берет, например, обычные вещи, например, локацию, которая часто используется в подобных книгах, вообще во всех книгах, но она из этой локации делает что-то такое новое, совершенно новое, что ты думаешь, вот как это можно было придумать. И делает новое, не просто новое что-то, а гораздо лучшее. Вот, тоже, чтобы не проспойлить не хочу, я бы назвала это место, которое меня очень впечатлило, но если вы читали, то вы понимаете. И здесь новые герои, новые существа тоже вводятся, и то, какая наша главная героиня. Я так давно уже об этом во всем знаю, что мне кажется, это было в первой части, но в первой части этого не было. По-моему. Не помню, в общем. Кто наша главная героиня, какая она. Это тоже, мне кажется, хоть где-то это использовалась, хоть где-то в подобных книгах, мне кажется, нет. Наша героиня делает много косяков, она часто раздражает, но почему-то каждый раз, когда я думала, вот все, она ужасная, она ужасно себя ведет, она меня бесит страшно. Я умудрялась находить ей оправдание, ну, потому что вот так вот у нее было, ну, вот так вот было. Поэтому все равно, мне кажется, автор задумывала, что героиня будет вот такой, будет с такими чертами характера. Так что в целом, только первая книга, она слабая. Начиная со второй, это великолепный цикл. Он, конечно, огромный. Сколько здесь страниц? 750 страничек вот в этой книге, и, наверное, желание самая толстая часть. Да, наверное, самая толстая, но меньше, все равно, ненамного меньше первые две части. Читаются быстро, главы малюсенькие, оторваться невозможно. И вот говоря о любимой части, наверное, третья часть вот эта моя любимая из цикла. Вторая, она просто сделала в некотором отношении переворот, который меня поразил, после которого я поняла, что все, вообще, в любимые эту серию занесу. Но по количеству крутых моментов, наверное, вот эта третья часть, она самая классная, потому что концентрация крутых сюжетных поворотов, она вот здесь большая, больше, конечно, намного, чем во второй части. Очень классный цикл, и интерес у меня не то, что не угасает, у меня он с каждой книгой все больше, больше, больше. Что будет дальше, я вообще не знаю, что еще автор придумает, потому что должно быть, по идее, пять или шесть книг, и плюс еще несколько историй. Скорее бы у нас издали третью, ой, четвертую часть, потому что уже невозможно терпеть. И книги, о которых я рассказывала в неделе чтения, которая была в конце, в самом конце сентября, в начале даже октября она затронула. Вот, четыре книги были за неделю чтения мной прочитаны, вы можете все подробные эмоции, впечатления посмотреть в неделе чтения, оставлю ссылочку, но кратко я сейчас по традиции вам расскажу. Начался, началась у меня неделя чтения с миссис Креддек, с Омерсета Моэма. Эта книга рассказана о главной героине, которая влюбляется в мистера Креддека, фермера, а она наследница пусть уже и такого затухшего, скажем так, рода, потому что ее рот обеднил, но тем не менее наследница. Состояние у нее есть, и имение есть, в общем, она интеллектуалка, она из высшего общества, он простой фермер, она в него влюбляется и решает выйти за него замуж во что бы то ни стало, несмотря ни на что, она считает, что он вообще мужчина ее жизни, любовь всей ее жизни, как по названию мы понимаем, миссис Креддек. У нее все получается, она выходит за него замуж, в самом начале все происходит, и развивается их жизнь. И здесь заявлен в описании любовный треугольник, что будет еще один герой, который такой циник, мальчишка такой, весь интеллектуал по сравнению с нашим фермером. И я была уверена, когда я только начинала читать, я думала, что я знаю, как будет развиваться повествование, какая здесь будет мораль, и вообще все знала. Нет, ничего я не знала, потому что наши герои, они развиваются совершенно не так, как я ожидала. Все сюжетные линии развиваются не так, как я ожидала. И герои меняются. Меняются так, как я не думала. Вот, поэтому книга мне очень понравилась. И, как всегда, Моэм пишет с потрясающим юмором местами. Местами он вплетает трагичные моменты, от которых слезы на глазах действительно, ну, такое опустошение небольшое после них. И, ну, ирония, ирония Моэма, она самая лучшая ирония на свете. Он вводит персонажа Меслей, мне уже говорили, что в Карусели, у него она тоже присутствует, я ее уже купила. И вот она такая циничная старая дева, 47 лет, которая против брака, такая она вся крутыми фразами бросается, которая не любит вмешиваться в чужие жизни, которая себе не умеет, считает, что все вообще, вот, ну, она идеал человека и интеллекта. И она просто потрясающий персонаж. Жалко очень, что она была вот фоном таким проходила, что особо не играет большой роли в повествовании, в сюжете. Но, тем не менее, она меня очень зацепила, и она вот свежую нотку вносит в повествование, когда все вроде бы не очень хорошо, когда все тяжеловато, она все равно там появляется в повествовании, освежает все. Книга великолепная. Как, по-вашему, они будут счастливы вместе? Думаю, это крайне маловероятно. В таком случае не верит ли вам долг что-то предпринять? Моя добрая мисс Гловер. Полагаю, Берта и Креддек будут не более несчастливы, чем большинство прочих семейных пар. Самый же главный на свете человеческий долг заключается в том, чтобы не лезть в чужие дела. Но она же великолепная. И вот все в этом роде, ее описание, все, больше всего мне она нравилась. И вот этот любовный треугольник, который здесь заявлен, он вообще не так развивается, как, опять же, вы можете подумать, можете предположить. Совершенно не то. И книга и заканчивается не так, как я думала. Фраза не так, как я думала, это главное в описании этой книги. Определенно заслуживает вашего внимания. Мне практически все нравится у Моэма, и эта книга однозначно в топе. Вот она мне очень понравилась. Так понравилась, что я до сих пор хочу перечитывать многие моменты и буду однозначно это делать. И вот после Миссис Креддек мне прям сразу же захотелось продолжать читать Моэма. Как ни странно, вот, например, театр. Мне нравится театр, но Миссис Креддек мне понравился гораздо больше театра. Больше даже бремени страстей человеческих. Хотя, возможно, те романы мне стоит перечитать. Ну вот, прям очень понравилось. Так что советую. Я в неделе чтения очень много классных моментов зачитывала, так что обязательно посмотрите. Вот даже из этих цитат тут посмотреть. Второй книгой я взяла Марка Миллера и его «Полночь в Нью-Йорк». Рассказывает о главной героине, которой давно умер отец, и вот сейчас, она живет в Париже, ей начинают приходить угрозы от неизвестного человека, который говорит, что я убил твоего отца, и ты от меня не скроешься, в общем, ты следующая. Она по работе летит в Нью-Йорк. А в Нью-Йорке есть второй главный герой, который вышел из тюрьмы за подделки. Он художник, он подделывал произведения искусства, дорого их продавал, как оригиналы. Вот, из этого три года он отсидел. А их пути встречаются, и книга пропитана атмосферой живописи, картинных галерей, аукционов. Здесь есть один художник, здесь много картин, которые реально существуют, и неописаны, и через призму восприятия наших героев переданы. Мне это очень понравилось, нашла для себя некоторые картины классные, которые тоже впечатлили. И есть картина, основная, которая выдумана, и художник, которого не существует. И вот с этой картиной связаны многие события наших героев, как они между собой связаны. Вот этот художник большую роль играет в повествовании. Здесь есть все, здесь вот и картины, и живопись, и немного боевика, и немного триллера, и саспенса, и с нашим героем тоже кто-то следит. И невероятная амбосфера Нью-Йорка. Париж здесь тоже есть, но его не так много. Но описание Нью-Йорка и любовь автора к Нью-Йорку, она просматривается на каждой странице, как там солнечный даже луч просто обнимал здание в Нью-Йорке. Это было классно. Здесь не стоит ожидать щегла, здесь не стоит ожидать какого-то потрясающего триллера, но книга читается быстро, и разворачиваются события самым неожиданным образом. И я не знаю, почему есть какие-то негативные отзывы в плане того, что ужасно слабая детективная линия. По-моему, детективная линия обалденная. И злодей, скажем так, главный тоже. Для меня это все было супер неожиданно. Я не смогла предположить. И вокруг картины только это разворачивается. Все, это так атмосферно. Я такой невероятно люблю. И если вы думаете, что у нас с вами похожи книжные вкусы, то однозначно Марк Миллер заслуживает вашего внимания. Дальше мной был прочитан этот талмутик. Он, кстати, выглядит жирненьким. В азбуке классики 4,46 страниц. Это маленькая книга достаточно, ну, средняя. В азбуке классика вообще вот такое, наверное. Это «Золя чрева Парижа». Конечно, наверное, лучшая книга. Нет, «Миссис Кредок» лучшая книга. И вот на втором месте у меня «Чрева Парижа». «Золя». И я точно буду продолжать знакомство с «Золя» и перечитывать то, что я у него читала. «Чрева Парижа». Здесь есть наш главный герой, который сбежал с каторги. И вот сбежал он в Париж. Он оказывается на центральном рынке. Встречает своего брата с женой. И вокруг них крутится повествование. Но их очень мало. В романе здесь все, повествование 80-90% занимает рынок. Здесь самое крутое описание еды вообще в истории литературы. Конечно, «Золя мастер». Он... Это натурализм, 100% натурализм, когда «Золя» описывает качан, капусты на эту страничку, еще редьку еще на страничку, как продавцы раскладывают на прилавках рыбу, как они ее там потрошат, как делают кровяную колбасу, как там проверяют перчатками цвет крови, как там все это стекает. Все очень подробно. Так что, если вы не любите такие отвратительные описания, то здесь не то, чтобы они суперотвратительные, но они есть. Вот кровяная колбаса, например, будет описана очень подробно. Выкладка мяса, колбас, сыров. Здесь этого 90% в книге. И что меня поразило, что вроде бы к героям ты не привязываешься особо, потому что автор краткое дает достаточно описание. Ну, как краткое? Краткое на 10 страниц, возможно, там фартука. Утрированно, конечно. Но мы не погружаемся совершенно в души персонажей. Мы видим какие-то их некоторые черты, которые их определяют как личность. Но этого оказывается достаточно, когда в конце я испытывала неподдельный гнев на героев, неподдельный гнев, причем практически на всех. Я говорила в своем отзыве, что что бы ни произошло с героями, как бы мы к ним морально не привязаны. И ничего это не затронет, никакие струны души. Но я не ошибалась в этом. Конкретно к героям этим мы не привязываемся. Но мы получаем такую полную картину человечества. Не всего, я совершенно не говорю, на определенных каких-то людей в целом, которым нам всем встречается в жизни, которые встречаются, что это очень трогает. Я тоже подробно об этом всем рассказывала. Книга невероятная. Я однозначно ее буду всем советовать. Вот поэтому Золя это потрясающе. Просто ради описания редьки я вам советую прочитать. Потому что описано так, что ты хочешь рисовать эту редьку, как хотел один из героев художник. И, наконец, Патриция Хайсмит и ее глубокие воды. Вот проходит время, и я все больше убеждаюсь, что книга обалденная. Здесь рассказывается о главном герое и о его жене. Жена ему постоянно изменяет, он об этом знает. Он встречает на вечеринке одного из ее любовников и шутит, что он убил предыдущего любовника. Там того мужчину реально убили, неизвестно кто, и убийца не найден. И вот, естественно, этот слух получает огласку. И хотя все понимают, что он шутит, вроде бы, вот мы этого пока не знаем. Вот это все тянет за собой другой, такой эффект бабочки, и мы получаем, как события разворачиваются. И, конечно, Патриция Хайсмит, я читала, у нее «Цна соли», она невероятный психолог. Она очень классно погружается в человеческие души, и вот здесь это наглядно заметно, потому что вроде бы это такой триллер, вроде бы это детектив, но это совершенно не главное в романе, потому что то, как мы видим развитие персонажей, то, как они нам открываются постоянно с каких-то новых сторон, и это вызывает, просто мне хочется поклоняться перед талантом Патриции Хайсмит. Я тоже рассказывала о неделе чтения, например, как вот нам дается описание некоторых деталей одного из героев, деталей характера, черт характера и вообще какой-то его быта его, и мы вот определенным образом эти детали воспринимаем, как нам к ним относиться, причем абсолютно однозначно. Потом проходят некоторые события, которые немножечко меняют наше мировоззрение, и опять же описывают те же детали. Ну, то же самое, причем тем же самым языком абсолютно ничего не меняется, но мы понимаем, что наше отношение к этим моментам в корне поменялось, и это уже совершенно другое отношение. Вот, даже не буду говорить, какое. Потрясающе. Она, Патриция Хайсмит, апеллирует деталями мелкими и отношением нашим, и немножечко здесь она играет с читателем, потому что мы понимаем, вроде бы, что мы неправильно относимся, но в то же время не можем иначе относиться. Потом, может быть, это меняется. В общем, потрясающе построено повествование, и герои интересные, очень неоднозначные. Книга суперская. Вот, однозначно советую, и вот убедилась я теперь точно уже, вот, «Цена соли». Это одна из моих самых любимых книг, и сейчас я убедилась, что Патриция Хайсмит, она невероятная, мы с ней невероятно совпадаем душевно, и что я буду все у нее читать. И это были все книги, прочитанные мной за сентябрь. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, давайте договоримся, вы напишите в комментариях самую лучшую книгу за сентябрь, вот какая у вас была. Будем искать вместе, что новенькое, почитать, так что в комментариях обязательно пишите. Спасибо огромное за внимание, и до скорой встречи на перестановке на книжных полках. Ждут меня эти пустые полки уже давно, и я уже не могу терпеть, так что в следующем видео с вами все поперерасставляем, уберем вот этот хаос, который сзади у меня творится. Спасибо огромное за внимание, и до скорой встречи. Всем пока!